Очень рада здесь присутствовать сегодня, что у меня есть возможность рассказать вам о нашей работе в Федеральной антимонопольной службе. Пока загружается моя презентация, давайте я обозначу проблематику, почему мы озаботились таким вопросом, как антикризисная коммуникация, и вообще зачем мы работаем с социальными сетями. Ну и относительно PR с нулевым бюджетом в социальных сетях, тоже хотелось бы сказать, что на самом деле он никогда не бывает чисто нулевым этот бюджет, потому что у нас все равно есть затраты, мы тратим свое время, мы тратим время сотрудников, которым платится зарплата, это тоже ресурс, который затрачивается на работу с социальными сетями. Поэтому нужно понимать, что совсем ноль в этом бюджете не будет, в любом случае какие-то ресурсы будут тратиться. И почему важно понимать относительно того, тут показатель эффективности как раз в нашем случае, он складывается из того, какой положительный результат мы получаем, учитывая те показатели, которые ставим перед собой, и то количество рабочего времени, которое мы тратим на введение социальных сетей. Ну это вот относительно вопроса эффективности, как мы ее считаем. Понятно, что так как мы орган государственной власти, то у нас никакого дополнительного бюджета именно на то, чтобы заниматься социальными сетями, нет. Все, что мы можем, это наши ресурсы, и нам в этом кейсе приходится быть максимально изобретательными для того, чтобы делать свою работу хорошо. А вы мне не развернете презентацию на весь экран? Внизу, внизу. Это правее вас. Нет, не так. Вот, да. А листалка? Спасибо. Ну и какие кризисы, с которыми мы встречаемся, у нас бывают. Во-первых, как вы знаете, в целом, учитывая, что мы имеем некий спад в экономике в текущее время, мы столкнулись с тем, вот такая проблематика последние два года, я думаю, что если раньше наши соцсети, у нас вообще не было никаких конфликтов с нашими подписчиками, практически не было никаких агрессивных высказываний, то сейчас мы получаем очень много отрицательных комментариев, которые обращены не конкретно даже к нам, как к федеральному органу исполнительной власти, а вообще к власти в целом. Это очень чувствуется, как изменилась тональность за это время. То есть очень многие люди, как бы, просто в целом недовольны, и так как они уже были подписаны на наши аккаунты, да, либо читают наши аккаунты, им интересно, то вот тот негатив, который у них присутствует, мы этот негатив, как бы, и получаем, да. При том, что наша миссия, вообще миссия нашего ведомства, то, чем мы занимаемся, да, фактически вот мы стремимся помогать представителям малого и среднего бизнеса. То есть наша задача ограничивать действия монополий и создавать условия для развития бизнеса в целом. А как следствие из этого, да, то есть чем более конкурентные рынки, тем выше там эффективность деятельности, тем больше новых технологий появляется, да, потому что в формате чистой и честной конкуренции организация в любом случае должна думать о том, как бы привлечь потребителя, да, а не когда у потребителя только один вариант и нет никакого выбора, да, то есть больший выбор предложений, он создает нам более качественный продукт по соответствующей цене, да, и самое главное, что появляется у потребителя, это выбор. Вот наша задача создавать этот выбор максимальный для того, чтобы нам было жить лучше, да, ну, как бы вот такая простая миссия на самом деле. Вот, и дело в том, что наши функции, они распространяются на все рынки, на все, также мы работаем и на финансовых рынках, но фактически в данный момент ФАС России является мегарегулятором экономическим, да, который контролирует экономическую деятельность на всех рынках, на товарных, на финансовых, вот, поэтому, наверное, к нам вопросов возникает намного больше, вот, чем к другим, но вот наши функции тут тоже перечислены, и вот эта вот проблема относительно того негатива, который мы имеем от граждан в силу вообще ухудшения экономической ситуации, эта проблема, она достаточно значительная. И тут уже понятно, вы все специалисты в своем деле, вы прекрасно понимаете, что социальные сети мы ведем для нескольких целей, это формирование вообще своего бренда, своей организации, да, то есть если для коммерческой организации это ваш бренд, да, под которым вы продаете свой продукт, то для нас это бренд, под которым мы предоставляем свои услуги. Конечно, есть большая разница между коммерческой и государственной организацией, в данном случае органом исполнительной власти, в том, что основная задача любой коммерческой компании – это получение прибыли, а наша основная задача – это предоставление качественных госуслуг, это удовлетворенность потребителей, граждан, для которых мы работаем, теми услугами, которые мы предоставляем. И в этом случае мы эффективность своей деятельности, мы ее не монетизируем, то есть мы не говорим о прибыли, да, но для нас показатель нашей деятельности – это удовлетворенность наших потребителей. Ну, как бы в любом случае понятно, что результат своей работы мы можем оценить. И учитывая, что у нас сейчас много функций, в том числе тарифное регулирование, вы все знаете, да, там все платят за ЖКХ, за свет, за воду, вот это все в рамках наших компетенций. Ну и, соответственно, все тарифы на газ, на электроэнергию, на водоотведение – это тоже как бы и в рамках ЖКХ, и в рамках экономики в целом мы являемся в данном случае регулятором, полномоченным эти были переданы год назад, да. Вот, поэтому наша задача в данной ситуации – максимально снизить тот негатив, который у нас есть. В целом, это ни для кого не секрет, да, что нужно делать в социальных сетях, чтобы к вам приходили подписчики, и чтобы им было с вами интересно. В первую очередь, с ними нужно общаться. Люди, есть такое мнение, что люди пользуются социальными сетями совсем не для того, чтобы им что-то продавали, да, а скорее для того, чтобы им было там интересно. Вот, и в данном случае наша основная задача, на что мы сделали ставку, мы всегда, для нас социальные сети – это инструмент обратной связи, это определенный фидбэк, это инструмент мониторинга того, насколько наши потребители, по которым мы меряем свою эффективность, насколько они удовлетворены. И в ситуации, когда мы получаем неудовлетворительные отзывы, для нас это большой звоночек относительно того, что нужно нам свой подход менять. Вот, ну и вот тут такая дама у нас, да, они всегда на связи, это правда. Мы стараемся быть на связи 24 часа 7 дней в неделю. То есть любой вопрос, который к нам попадает, плохой, хороший, агрессивный, мы на него все равно отвечаем. У нас 6 аккаунтов в социальных сетях, и тут, конечно, вопрос, который, ну, работа с негативом, да, он в определенной степени решается компетентностью сотрудников, да, их неагрессивностью и знанием темы. Потому что иногда эта агрессия возникает из-за того, что просто наши подписчики не очень глубоко погружены в тему, и из-за того, что, допустим, та сфера, в которой мы работаем, а именно экономика, да, и вопрос антимонопольного регулирования, они могут быть достаточно сложны для простого гражданина, который, допустим, не имеет экономического образования. Поэтому наша задача просто спокойно разъяснить простыми словами, да. Ну и в принципе это интересно для любого бизнеса и для любого бренда. Это вот правило номер один. Если есть люди заинтересованные, которые задают свои вопросы, то оставить вопрос без ответа – это просто некорректно. Фактически в данном случае вы теряете того подписчика, то аудиторию, того потенциального клиента, которого вы могли бы привлечь и которому вы могли бы продать свой продукт. Это, в принципе, единое и первое правило для того, чтобы люди начали приходить к вам, потому что наши ответы в социальных сетях, мы очень часто видим, как эти ответы получают репосты, как этой информацией подписчики делятся со своими друзьями, да, со своими подписчиками. Таким образом мы получаем возможность приобретать дополнительную аудиторию за счет аудитории уже у нас имеющихся подписчиков. Но вы все, конечно же, об этом знаете. Самое главное, что я хочу сказать, это надо отвечать на любые вопросы, какие бы они неудобными бы не были для вас. Ну и вообще, для чего мы ведем эти свои шесть аккаунтов? Сейчас расскажу. У нас есть аккаунт в Твиттере, есть аккаунт в Фейсбуке, ВКонтакте. Мы ведем живой журнал. Также у нас есть свой канал на Ютубе. И мы открыли недавно группу в Инстаграм. Извините. Ну, конечно же, основная задача – это дополнительный канал информирования о деятельности нашего ведомства. Но в целом просто осуществлять коммуникацию без обратной связи нам неинтересно. Вовлечение в диалог и обмен мнением – это обязательная опция, которая, во-первых, дает нам возможность корректировать свои действия, оперативно получая обратную связь, и сформировать лояльную аудиторию. То есть каждый наш подписчик, я очень надеюсь, на это мы к этому стремимся, он абсолютно уверен, что его мнение, любой его комментарий, он принят к сведению, и он не был не прочитан. Какое-то время мы делали такие акции в социальных сетях. Если наши руководители делали какие-то свои пресс-конференции, мы запрашивали вопросы интересующие граждан, они могли прислать наши подписчики нам вопросы, и мы обязательно на пресс-конференции задавали публично эти вопросы и говорили, что эти вопросы пришли из социальных сетей. Это, как ни странно, аудитория, она переменчива, когда, ну что значит, всегда нужно делать что-то новое. То есть какое-то время эта фишка всех привлекала, но потом, когда это стало постоянным и привычным, нашим подписчикам уже стало неинтересно. Нам пришлось придумывать другую интересную вещь для наших подписчиков. Далее. Это возможность граждан обратиться к нам напрямую с целью задать свой вопрос или выразить свою позицию. Ну, в принципе, социальные сети эту возможность предоставляют, а мы ее развернули дальше. То есть если гражданин написал нам жалобу или еще что-то и пишет в социальных сетях, что с моим обращением или как мне поступить, то в этом случае мы обязательно ему даем консультацию, используя, конечно же, информацию от специалистов, кто занимается рассмотрением его обращения. Вот такая вот быстрая обратная связь, она тоже привлекает людей, потому что это уникальная информация. Подписчикам интересно, вот из опыта мы видим, что в том случае, если есть какой-то уникальный контент, для нас это та уникальная информация, которой мы обладаем, то в этом случае она востребована. Либо очень востребован по опыту какие-то практики, о которых нельзя узнать, просто забив их в поисковой строке в любом Яндексе, в Гугле. То есть та информация, которой обладаем только мы. И здорово, если эту информацию можно использовать и тиражировать на свою какую-то деятельность. Вот, например, есть такая дата, не знаю, знаете вы они или нет, что 5 декабря во всем мире празднуется Международный день конкуренции. Вот в прошлом декабре меня очень сильно удивило, что это был один из наших самых популярных постов. Мы вообще написали, откуда это взялось. Говорим об истории конкуренции, когда были там первые зачатки конкуренции, законы, которые контролировали, устанавливали правила честной конкуренции. И это получило большую, интересную, достаточно широкую огласку. Но вот именно это почему-то люди среагировали на это 5 декабря, что есть такой всемирный день конкуренции. Очень было всем это интересно. Поэтому на самом деле вот этот уникальный контент, который есть только у вас, можно делать из чего угодно. То есть не обязательно, например, говорить, что только о своем продукте, только его продавать. Наверняка есть дополнительные смежные темы, в которые вы можете углубиться и рассказать там что-то интересное, например, о том, с чего все это начиналось, когда это было впервые. Это действительно интересно и это востребовано. Ну и, конечно же, в части вопроса о кризисных коммуникациях, мониторинг настроений пользователей и конструктивная реакция на их критику нам дает очень много именно из соцсетей. Мы понимаем, где начинает гореть, и можем быстро этот пожар потушить. Это причем связано и в части рассмотрения дел. Но вот такой пример приведу, чтобы вам было понятно. Одна из наших функций – это контроль госзаказа. То есть это все большие аукционы, которые проводят органы государственной власти. Ну, давайте направить этой Москвы пример. Вот сейчас очень такая обсуждаемая тема – это аукционы на реконструкцию общественных зон. Большие крупные суммы, которые выделены непосредственно на улучшение нашего города. И так как конкурс очень большой, очень много внимания он привлекает. То есть наша задача – оперативно разъяснить информацию, рассказать о текущем положении дел. Либо есть, например, всякие сообщества, которые занимаются именно мониторингом того, как госорганы тратят свой бюджет. Это все сейчас открыто, публично на сайте закупки. Можно посмотреть. И в связи с этим, конечно, возникает достаточно много вопросов. Наша задача – объяснить ситуацию, сказать, что мы этим вопросом занимаемся. У нас однажды был случай, когда одна из таких активных членов вот этого сообщества, кто мониторит закупки, например, опоздала на нашу комиссию. Там тоже была закупка, по-моему, метрополитена. На строительство дополнительных станций они искали подрядчика. В общем, случилось так, что девушка опоздала на комиссию. И у нас начался поток критики на предмет того, как нехорошо, что ее не пускали в здание, что она не смогла присутствовать и выразить свою позицию. Мы среагировали практически сразу. Написали о том решении, какое приняла комиссия. Уточнили, был ли заказан пропуск, почему она не пришла, почему она не попала. В общем, в конечном итоге оказалось, что действительно имел место вопрос опоздания. Но в любом случае, если бы мы не среагировали на эту информацию, то, соответственно, аудитория могла бы делать свои выводы без нашего комментария. А так, не отказываясь вступать во взаимоотношения с подписчиками, мы имеем возможность выразить свою позицию. Но, может быть, это для представителей бизнеса не важно, в плане того, чтобы вот такой вот имиджу составляющую в первую очередь отслеживать. Но для нас, как для госоргана, у которого основной показатель это удовлетворенность потребителей наших услуг, для нас это очень важно, чтобы формировалось понимание того, что наша деятельность, она полезная, нужная, и нет никакой закрытой процедуры принятия решений. Ну и у нас есть правило, опять-таки, отвечать на все вопросы. Я более чем уверена, что в том случае, если вы взаимодействуете с подписчиком, и они для вас важный и нужный подписчик, то есть когда они перестают быть вашими клиентами, становятся вашими друзьями. Это очень правильно. Вы же не забудете ответить своему другу на заданный вопрос. И точно так же мы относимся к нашим подписчикам. Это в первую очередь наши друзья. Я им очень благодарна, им за то, что они с нами, за то, что они читают наши аккаунты и вообще то, что мы пишем. И очень здорово, очень приятно, когда нас начинают хвалить. Это просто невероятно хорошо. Поэтому больше такой совет. Это же совершенно не стоит никаких денег. Быть дружелюбными и общаться. И это приносит, на мой взгляд, самый лучший результат. Ну, соответственно, мы никогда не критикуем, так как мы все-таки орган государственной власти, и у нас много функций контрольных, мы никогда не критикуем ту организацию, которая допустила нарушение. Да, мы фиксируем, когда пишем в своих соцсетях, тот факт, что нарушение было. Но это наша задача, в первую очередь, предотвращать эти нарушения и разъяснять, почему эти нарушения не надо допускать. Хотя у нас есть, конечно, расскажу историю, есть такая компания Риа Панда. Она продает БАДы. И рекламирует свои БАДы как лекарство. Это нарушение. Ну и, в общем, мы ее штрафуем постоянно. В общем, они у нас проходят под рубрикой «Конфу с Пандой». Ну, компания выбрала такую бизнес-стратегию. Она больше зарабатывает на продаже этих БАДов, недобросовестно их рекламируя. И ей выгоднее все-таки прорекламировать недобросовестно свою продукцию и заплатить штраф. Вот. И в этом случае... Ну, они на нас не обижаются, как бы они поддерживают это «Конфу с Пандой». Но там есть одно отягчающее обстоятельство, что сейчас уже ситуация достигла такого момента, что мы выписываем им за каждое нарушение и 500 тысяч штраф. И надеемся, что как бы такие крупные штрафы их уже предостерегут от дальнейших нарушений. Но при этом в любом случае надо понимать, что все эти организации – это в первую очередь для нас, это работодатели для наших граждан. И нет совершенно никакой задачи пресечь их деятельность. Есть, наоборот, задача всячески помочь и предотвратить те нарушения, которые возможны. Ну, и опять-таки, обязательно вежливое общение с подписчиками. Ни в коем случае мы себе не позволяем никогда кому-то нахамить или сказать, что ты неправ, ты не разбираешься, ты некомпетентен. Ну, и мы на самом деле очень ценим и уважаем своих подписчиков, потому что они для нас потенциальные клиенты, те, которые придут к нам купить наши госуслуги. И мы должны быть на высоте для того, чтобы их максимально хорошо оказать. Также мы считаем, что те тексты, которые мы пишем в социальных сетях, они должны быть максимально содержательными, актуальными, как все уже правильно сказали. Читать особо никто не любит, поэтому мы пишем основную суть. Но при этом хотелось бы отметить, что юмор, он людей привлекает. Разные форматы, все зависит на самом деле от той стратегии, которая у вас есть. Мы свою стратегию периодически меняем, и всем можно было бы это посоветовать, раз в два года изменять подход и пересматривать то, ну, можно контентную составляющую или, может быть, вообще подход к вашим социальным сетям. Вот сейчас, раньше мы очень много использовали всяческих ярких картинок, фотографий. Теперь мы пошли немножечко дальше. Теперь мы пошли немножечко дальше и создаем своеобразный эффект присутствия. Это на самом деле антикризисная мера. Получая достаточно много негатива относительно вообще деятельности госоргана в целом, мы максимально открыли в социальных сетях процедуру принятия тех или иных решений. Фактически мы просто открыли свои двери и начали показывать, как мы живем. Это на самом деле тоже интересно для всех типов организации по той причине, что есть такой известный предприниматель Джимми Шу. Слышали, наверное? Он сделал такой проект, называется Open Book. То есть фактически они начали рассказывать о деятельности своей компании. Как они живут, как у них устроен офис, как они делают свой бизнес. И это дало просто замечательный пиар-эффект с точки зрения того, что они стали мега популярными. Никто до этого так не открывался. И вот когда мы летом 2014 года начали использовать, например, онлайн-трансляции, мы начали их делать в Твиттере, мы анонсировали мероприятие, каждому Твиттеру добавляли фотографию с этого мероприятия, там и какую-то основную мысль. То есть фактически такая лента, прямая трансляция с мероприятия. Обязательно по результатам мероприятия размещали там его итоги, видео, если оно было. То есть мы пошли по тому пути, что мы максимально открыли свою деятельность и показали процедуру принятия решений. У нас есть открытые комиссии, например, по нарушению рекламы. Туда можно, если интересно, зарегистрироваться, записаться, прийти и послушать. Например, к нам ходят студенты, которые изучают антимонопольное право на эти комиссии, ходят представители бизнеса. У нас очень много экспертных советов. В принципе, такой фаси-подход коллегиального принятия решений, обсуждения с экспертами тех или иных решений. Эти советы тоже открыты, тоже можно прийти послушать. С каких-то делаются онлайн-трансляции. В общем, мы стараемся показать нашим подписчикам всю нашу процедуру принятия решений. И максимально открыть доступ, чтобы люди видели нашу внутреннюю жизнь. Мы это можем делать для себя вполне безболезненно. То есть для нас это не требует каких-то дополнительных затрат. Там сфотографировать, написать о том, что происходит. Либо там выложить в Инстаграм фотографию, как мы готовимся к мероприятию, или там снимаем того или иного нашего спикера для телеканала. А эффект это дает просто сумасшедший. Например, вот в Твиттере после таких онлайн-трансляций мы получили почти двойной прирост пользователей. То есть у нас таких приростов почти 15 тысяч пользователей в месяц. У нас такого никогда не было. Это самые большие пики. Вот я вам сейчас показываю за это время. И мы считаем, что это был крайне эффективный подход. Сейчас мы идем дальше. Мы делаем очень много видео. То есть по результатам каждого мероприятия можно всегда посмотреть, что там было. Можно увидеть результаты. Можно задать свой вопрос. И вы всегда получите ответ. Вот такая открытость. Может быть, тут такой синергетический эффект сработал, что другие там органы власти не такие открытые, а людям это интересно. И поэтому мы получили такой большой прирост. Но в любом случае, вы же, наверное, читаете там тематические статьи на эту тему. Везде и всегда людям интересно то, что за закрытыми дверями. И как только эти двери раскрываются, то вы получаете просто огромный прирост подписчиков. Но этот прирост тоже не длится вечно. Вот сейчас мы понимаем, что те... Мы по-прежнему ведем онлайн-трансляции. Сейчас мы понимаем, что у нас уже как бы эта тема исчерпана. И нам надо подходить, давать нашим подписчикам какой-то другой интересный продукт, который их также привлечет. В данном случае мы сейчас сделали ставку на видеоконтент и думаем также об открытии новых групп в других социальных сетях. Ой, что сделать? Ну, щелкните там куда-нибудь. Далее. Вот. Есть тоже хорошая вещь, если почитать там известных блогеров и тех, кто занимается маркетингом в социальных сетях, это общее мнение, что нужно дарить подарки, что все любят бесплатные подарки. Ну, в принципе, я вот тоже люблю, когда мне дарят подарки, даже если мне какую-нибудь фигню подарили, мне очень нравится. Вот. И мы этим часто пользуемся в формате конкурсов и викторин. Для нас на самом деле эти конкурсы и викторины это тоже возможность информирования о нашей деятельности. Так как наша сфера ну, как бы весьма скучная, скажем честно, то мы таким образом можем, во-первых, частично обучить наших подписчиков в какой-то терминологии, либо как-то пошутить, либо использовать возможность рассказать о чем-то, о чем мы не можем рассказать прямо, допустим. Вот. Ну и вот почему я как раз сюда поставила комментарий Валерия Золотухина, он у нас был очень агрессивным подписчиком на предмет вот этой как раз сферы госзаказа. Ну, в общем, ему не нравилось все, как мы там какие-то конкурсы рассматриваем, да, считал, что мы принимаем неправильные решения. Вообще он такой специалист в сфере госзаказа и, по-моему, работает в организации, которая берет, ну, как бы, оказывает услуги по формированию жалобы в наше ведомство. Ну, такая у нас сопутствующая услуга есть. Вот. Ну, и он очень большой специалист в 44-м, ну, в 44-м федеральном законе. Именно для него мы сделали такую викторину по 44-му закону. Он выиграл, показал свою компетентность, вот, и стал владельцем крутой сумки и подарочной книги от нашего ведомства. На самом деле, конечно, понятно, что, как бы, никому особо там, ну, кто хочет, может эту сумку все сам купить, да, и любую книжку, которая захочет. Просто сам факт, что ты выиграл, и тебе реально пришел подарок, ты его получил, он, ну, как бы, приятен. И для нас это один из инструментов формирования вот своей лояльной такой группы экспертов, там, лидеров мнений, которые будут тиражировать нашу позицию дальше. Например, вот даже в состоянии вот такого вот кризиса, да, который нас накрылся вот этим вот негативом, вот такие люди, которые давно с нами, они фактически действовали как лидеры мнения, переубеждая аудиторию относительно того, что не надо так все-таки негативно смотреть, да, и выступая в определенном смысле нашими арбитрами. То есть вот это вот, вот это работает, как ни странно, как бы это не было просто везде. Это работает и во внутренних коммуникациях, и в пиаре, и в работе со СМИ. Мы все знаем, что конкурсы для СМИ это очень полезная вещь, да, пресс-туры и все остальное. Вот как бы не было просто, но реально, как бы, эффект есть. И ничего особенно делать не надо. Мы никогда не дарим какие-то дорогие сувениры, мы там, ну, просто не можем их себе позволить, да. Ну, даже какой-то значок, какой-то там, какой-то фонарик, да, это тоже будет классная вещь. Вот, например, у меня есть фонарик. 2015 год вообще во всем мире был год, ну, как бы проходил под эгидой света, да, вопрос электроэнергии были самые важные. В общем, папа мой поехал на конференцию, и мы там надавали кучу всяких ненужных фонариков, даже зеленый фонарик. Он мне их отдал. На самом деле полезные вещи. Я их тоже всем дальше раздаю. У меня есть фонарик в машине. Ну, какая-то вот простая вещь, которая тем более будет с вашим брендом, и этот бренд сможет дальше тиражироваться. А еще здорово, если на вашей сувенирной продукции указан адрес сайта, да, вашего официального, телефон. Вот что-то, вот что как бы заинтересует и привлечет. Это такое, как сказать, ну, вы сами знаете, такой подпольный маркетинг, фактически, да, реклама вашей организации. И дальше к вопросу открытости. По итогам этих конкурсов мы формируем из победителей, мы даем победителям не только возможность получить там какой-то сувенир, да, а возможность прийти в наше ведомство на экскурсию именно для блогеров. Но тут нельзя переборщить, да, когда оказывается так, что прийти в гости может кто угодно, то ценность этого посещения, она снижается. Мы такие экскурсии делаем всего два раза в год, вот, и приглашаем туда только действительно настоящих победителей. Многие нам пишут и говорят, а когда мы тоже хотим прийти к вам в гости, пригласите нас, пожалуйста. Нам приезжают люди даже из других городов. И чем это ценно? Первый заместитель нашего руководителя, статс-секретарь, да, он общается с блогерами, общается с теми людьми, которые пришли. Конечно, там больше всего вопросов по госзаказу. У нас это не очень пафосно происходит, ну, совершенно спокойно, там мы показываем, делаем экскурсию, да, и потом в какой-то аудитории там происходит общение. И вот эти вот люди, которые пришли к нам, увидели нас, поняли, что как бы наш большой руководитель заинтересован в этом вопросе, он хочет услышать людей, хочет с ними поговорить. Вот они наши самые преданные подписчики, они транслируют вот эту информацию. Это можно же и в бизнесе делать то же самое, да, если к вам приглашать к себе своих же клиентов, например, показывать там тот же самый процесс производства, как вы работаете. Этот человек будет с вами всегда. Вот даже в туристических поездках, да, наверное, зачем люди ходят на всякие там, ну, вот, например, в Португалии, да, это популярно, на всякие там, как это называется, ну, бодеги, да, они называются, где производят портвейн. Ну, по факту все-все знают, все-все видели по телевизору, там, эти бочки. Но когда ты туда приходишь сам, ты видишь это своими глазами, тебе еще делают там какую-нибудь дегустацию, после этого ты начинаешь любить, как бы, эту компанию, этого производителя, и в следующий раз, когда придешь в магазин, ты купишь именно их продукт. Но в Европе вот тоже есть такое правило, что все, что доступно и все, что свободно, неинтересно. Ты туда тоже не можешь просто так попасть, хотя на самом деле, как бы, кто мешает. Вот, я прошу прощения, регламент, да, извините. Ну, в общем, я уже заканчиваю. Хотела вам показать комментарии наших подписчиков, да, которые мы обожаем, да, вы уж извините, нам очень нравится то, что нас хвалят, то, что есть обратная связь. Ну, в общем, мы получаем ежедневный прирост подписчиков. Для нас важно то, что произошла ликвидация дистанции между гражданином государства, да, что люди могут нас, ну, с нами говорить, как бы, совершенно спокойно, и мы их слышим. И они слышат нас. Вот это здорово. Далее, вот, делает открытое правительство такие рейтинги. Мы в рейтинге всех федеральных органов исполнительной власти, а их в России больше 70, занимаем второе место. Но МЧС мы не можем пока перепрыгнуть, потому что у них очень много подписчиков, у них тоже отличные соцсети, интересная тематика, но зато у нас первое место при оценке по параметру активность подписчиков, да, то есть активность, общение. Не все госорганы общаются со своими подписчиками, но для нас это очень важно. Ну и, в общем, в принципе, присоединяйтесь к нам, будем очень рады. Если какие-то вопросы, то тогда ждем их. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, очень большое спасибо. Рассказывайте, кто это человек. Я вам сейчас вообще все расскажу. Все секреты открою. У нас есть управление общественных связей, в котором три отдела. Пресс-служба, большой отдел, есть отдел информационных проектов и есть общественные приемные. Пресс-служба занимается взаимодействием с прессой, общественные приемные – это прием граждан, которые там приходят, им нужна консультация, ответы на звонки, как колл-центр. А вот отдел информационных проектов – название «Завуалированная деятельность». Вот в этом, вот рассказываю, вот в этом отделе информационных проектов, там вся работа с внутренними коммуникациями ведомства по мотивации персонала, там с внутренним порталом, внутреннее информирование. Эти же люди занимаются там всякими спортивными активностями, социальными сетями и развитием информационных ресурсов, то есть сайтов, сайтов территориальных органов, там у нас есть база решений. Вот, и по факту, на самом деле, мы оценивали функции, реально у нас занимаются всеми соцсетями, то есть на full day, да, на полный день это два человека. При этом, конечно, вопрос курирует там начальник управления, я курирую, но вот как бы именно, чтобы понять, что это полный день, всего в отделе там пять человек, двое из них – это соцсети. Ну, хотя мы их тоже привлекаем, там всякие картинки рисовать, видео монтировать. Ну, вот, да, нам хватает времени, потому что у нас очень здорово работает пресс-служба, то есть есть эффективное взаимодействие, да, мы получаем сразу хороший контент, мы знаем заранее, что будет происходить, мы получаем там видео, фото, материалы, либо там мы сами фотографируем, да, сопровождаем какие-то мероприятия. Я могу сказать, за счет того, что в целом эффективно, ну, в целом есть ресурс в управлении, да, мы можем ввести там шесть аккаунтов плюс всякие акции делать и все остальное усилиями двоих человек. Но, как бы, нельзя сказать, вот я думаю, что без работы пресс-службы мы бы не смогли, как бы, это делать быстро. Вот, поэтому… Ну, у нас ненормированный рабочий день, да. Ну, конечно, если там что-то горит в субботу, мы все работаем в субботу и решаем все вопросы. Не, у нас там в контракте написано, что у нас ненормированный рабочий день, за это там нам дают плюс там сколько-то дней к отпуску. Вот и… Ну, мы работаем с Минспорта в той части, что участвуем в Олимпиаде министерств и ведомств, вот там есть такая спартакиада, вот, и раз в год нас господин Мутко награждает каким-нибудь этим кубком, потому что те, кто входит там в восьмерку лучших, ну, это госорганы, кто там в рамках этой спартакиады получает какие-то баллы. Вот, и, в общем, наш руководитель Игорь Юрьевич Артемьев, он, ну, как бы очень спортивный, он как-то играл в футбол, и подскользнулся, у него была травма, там что-то он растянул. И ходил в гипсе на работу, вот, ну, и там на заседание провести. Вот господин Мутко, он всегда говорит, а, да, да, я вас помню, у вас там начальник в гипсе. Мы говорим, да уже пять лет прошло, уже давно гипс сняли. Как бы, ну, вот, нет, в формате там работы с социальными сетями мы активно очень работаем с МИДом. Вот, они нам помогают. Ну, это и их инициатива, они нам оказывают пиар в части международных событий. Вообще у них эта система очень классно построена. У них же даже у каждого посольства есть свои аккаунты в социальных сетях. Вот, поэтому их помощью мы пользуемся. У них большая аудитория, то есть с их помощью мы имеем очень большое распространение. Вот, это здорово. Как бы, ну, и мы сами ретвитим наших коллег и считаем, что это хорошо. Да, вот, взаимные ретвиты, вот эта вот дружба, это тоже очень хороший способ, как бы, получить аудиторию в социальных сетях без денег. Но для этого надо, как бы, дружить, уважать, общаться и ни в коем случае не быть...